Всем привет! Сегодня мы будем собирать землянику для чая. Мы ее срываем, когда она цветет. Срываем цветочки, чуть-чуть кидаем, листочки. И я собираю ее в бумажный пакет. Она в нем же и сохнет потом в этом бумажном пакете. Стараемся, если на одном кусте несколько цитаносов, срывать один цитанос, чтобы второй оставался, чтобы потом были ягодки и она размножилась. Не вырываем корни, рвем только листочки. И потом будем их сушить. Чай землиники очень вкусный и полезный. И она, в отличие от других трав, которые дают немножечко такой желтый-зеленый оттенок, она дает прям коричневый такой цвет настоящего чая. Ее даже ферментировать особо не нужно. Она сразу дает темный оттенок. Я ее так ногтем, хоп, и срываю. Она, конечно, заросшая здесь. Но зато мощные такие цветочки. Красивые. Вот на солнышке всего один. А в тенечке здесь, видимо, хорошая влажность. И она более жирненькая. И по жаре в тенечке собирать ее поудобнее. Десяти земляники улучшают обмен веществ, способствуют введению солей из организма, являются источником витаминов, микро- и макроэлементов. Нашла в интернете обозначены такие витамины, как А, В2, В5, В6, В9, С. Причем С так много, что две чашки земляничного чая покрывают суточную потребность витамини С. Макроэлементы калий, кальций, магний. Микроэлементы бор, железо, кобальт, марганец, цинк, хром. Органические кислоты. Кофейная, лимонная, хинная, яблочная. В состав листьев земляники также входит и повышенная концентрация антиоксидантов, дубильных веществ, алканоидов, флавоноидов и эфирных масел. Именно такая совокупность полезных веществ делает чай вкусным и полезным для нашего здоровья. Ягодки тоже уже скоро будут. Чай из ягод тоже полезен. Вот так вот я разложила ее сушить. Так она у меня сохнет. Я думаю, 2-3 дня. Посохнет на картоне. Через пару дней я ее еще немножечко поворошу, потому что она мне здесь не везде в один слой, кое-где несколько слоев. А сейчас мы заварим и попробуем свежую. Закидываем цветочки. Цветочки я люблю отрывать, чтобы они в чайничке прыгали и летали. И тогда они такие получаются красивые. Они так красивые, когда пресс делаешь вверх-вниз, они красиво летают. Заливаем. По-хорошему надо заливать чай водой 85 градусов. Но я сейчас заливаю кипятком. Это не совсем правильно. Когда мы завариваем травяной чай, его нужно заливать не кипятком, а вот 85-90 градусов, чтобы не убить все полезные вещества. Ну, вот примерно об этом я говорила, когда так вот давишь вниз, поднимаешься вверх, и они красиво там летают, плавают. Цветочки. Это не любимое зрелище. Стороны. Своеобразная такая медитация, как эти цветочки всплывают. Очень красиво. При желании можно добавить заварку, если любите покрепче. Можно пить просто так. Завариваем минут 5-7, можно 10. Всем приятного чаепития. Большое спасибо за просмотр. Буду рада комментариям, лайкам. Всем хорошего дня. Пока-пока.